Всем привет, на связи Мабу и сегодня мы с вами поговорим о том, какие же мобильные приложения, в данном случае Android приложения, нужны бизнесу. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать Android разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии Android разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас Android разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным Android разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Итак, у нас, собственно, задача Android разработчика, как и любого другого разработчика, это обслуживание интереса бизнеса. Мы создаем коммерческие продукты. Все, что создается без коммерческой цели, без цели заработка, это приложения, ну и в целом продукты, которые по большей части не нужны рынку и в которых не имеют никакого смысла. Основная наша задача это обслуживание интереса бизнеса. Вообще в разработке мобильных приложений выделяют два направления. Во-первых, это создание продуктов именно под определенные бизнесы, то есть, скажем так, обслуживание интереса бизнеса. Таким приложением относятся приложения для интернет-магазинов, различные сервисные приложения для сферы оказания услуг, для тех же салонов красоты, пекарень, ну то есть для компаний, которые предлагают своим клиентам какие-то услуги, а мобильное приложение помогает им увеличить, скажем так, качество обслуживания этих клиентов, то есть повысить сервис. А вторым направлением является очень такое глобальное направление, которое напрямую не связано с бизнесом, с обслуживанием бизнеса, но тем не менее оно связано с созданием какого-то бизнеса. Это сервисные приложения, например, приложение по аренде самокатов, приложение, допустим, по тоже приложение, допустим, шагомер, то есть для того, чтобы когда люди прогуливаются, гуляют, люди, есть категория людей и за 30-40 лет, к которым врачи, как бы, говорят, что нужно им определенное количество километров в день ходить. И вот это мобильное приложение помогает отслеживать количество километров, которые не прошли. То есть это вот, я имею в виду здесь, вторым направлением, это вот такие вот сервисные мобильные приложения, которые создают, вы создаете какой-то продукт, который будет использовать масса людей, и вы сможете зарабатывать на этом, либо на рекламе, либо на каких-то платных подписках. То есть это такое второе направление, когда вы создаете уже готовый бизнес. Мы сегодня будем говорить про первое направление, когда есть на рынке какой-то бизнес, и которому нужно мобильное приложение. Вы должны создать такое мобильное приложение. И мы поговорим, какие же все-таки нужны для этого, какие мобильные приложения нужны сейчас бизнесу. И перед тем, как мы могли с вами понять, какие же мобильные приложения, собственно, нужны бизнесу, мы должны с вами сначала понять, а для чего этому бизнесу нужно данное мобильное приложение. Есть же сайты, а есть мобильные приложения. Очень многие начинающие делают огромную ошибку, просто большую ошибку, когда пытаются продать сайт в виде мобильного приложения какому-то бизнесу. Ну то есть они делают информационное мобильное приложение, тот же сайт, но в виде мобильного приложения. Но естественно это мобильное приложение никто не будет покупать, потому что в нем никакого нет смысла. Потому что то, что делает сайт, в основном для чего сайты нужны, это для привлечения трафика и для получения клиентов. Трафик получается с помощью поисковой выдачи в Яндексе, в Гугл, в зависимости от какой поисковой системы, в зависимости от той поисковой системы, в зависимости от того, какой поисковой системой пользуются потенциальные клиенты этого бизнеса. То есть это именно задача сайта предоставить информацию, получить какие-то контакты и в целом рассказать о себе. Это привлечение трафика. Мобильное приложение с этим справляется очень плохо и намного хуже, чем это делают сайты. Мобильное приложение нужно для предоставления вашим клиентам, скажем так, клиентам какого-то бизнеса определенного сервиса. Например, возьмем салон красоты, у них есть сайт, который привлекает клиентов, а мобильное приложение улучшает, скажем так, координацию с этими клиентами. То есть вы первый раз получили клиента через сайт, он пришел к вам, вы говорите, вот вы можете получить скидку на дальнейшие услуги, если скачаете, установите, зарегистрируетесь в нашем мобильном приложении. И после этого в мобильном приложении имеется уникальная, скажем так, возможность быстрой записи, сразу без звонка выбрать какой-то конкретного специалиста, конкретную дату, конкретное время, какой-то сделать быстрый чат со специалистом. Да, и плюс через это мобильное приложение в дальнейшем руководство того же салона красоты может подслеживать, сколько обслужил в данный месяц и каждый из его мастеров, какие услуги больше пользуются спросом. И вот так вот, все, вот можете, скажем, получать такую аналитику. То есть мобильное приложение, целью мобильного приложения не является привлечение трафика напрямую, но косвенно может быть. Сейчас я расскажу, что я имею в виду. То есть цель мобильного приложения не привлечь новых клиентов, оно это не сделает. Никто не пойдет в Play Market искать какое-то приложение, какого-то салона красоты в вашем городе и его скачивать. Нет, человек просто войдет, ведет какой-то поисковой запрос в поиск, ему выдаст список из их салонов красоты, допустим, тех же. Он просто зайдет на сайт и первый раз запишется. Придет на прием, ему понравится, он скачивает мобильное приложение, дальше будет координацию делать через это мобильное приложение. И вот тут уже вступает в силу мобильное приложение. Оно покажет ему, что есть плюсы пользования им благодаря быстрой и удобной записи, быстрого и удобного чата. Плюс вы можете давать клиенту присылать какие-то, скажем так, советы, ну как-то взаимодействовать, конкретные для него акции какие-то подбирать. То есть работать с клиентом. Ему это понравится и он расскажет об этом своим знакомым, что ходит такой салон красоты, там вот прикольное приложение, которое все это автоматизирует. И вот по таким уже теплым прогретым контактам, по сарафанному радио, в этот салон красоты уже придет новый клиент уже по рекомендациям. Не холодные, которые нашли в интернете, ссылку на сайт, а тем, кого уже знакомые порекомендовали. То есть, смотрите, еще раз обобщаем, сайты нужны для получения трафика холодного из интернета, то есть по поисковой выдаче. Потом мы берем, превращаем этих клиентов, улучшаем сервис, ну как бы привязываемся к себе с помощью улучшенного сервиса через мобильное приложение. И мобильное приложение позволяет получать от этих клиентов, которые уже установили мобильное приложение, новый трафик благодаря знакомым уже этих наших новых прогретых клиентов. Но тут же суть встает в том, как это сделать. Но тут же нужно работать под мобильным приложением, над мобильным приложением, смотреть на конкретный бизнес и придумывать различные варианты, как можно работать с потенциальной клиентурой. Итак, и это самое главное назначение мобильного приложения, улучшить сервис и сделать, облегчить взаимоотношения с клиентом. Исходя из всего этого, мы можем понять, какие мобильные приложения нужны для бизнеса. Это мобильные приложения, так скажем так, по работе с клиентами через личный кабинет. Я, собственно, объяснил, что это такое. Это возможность записаться на определенный день, дату. И это не только салонов красоты, это абсолютно любой сферы касается. То есть, чтобы клиент мог записаться на определенную дату, к определенному человеку на определенное время и посмотреть, когда у него свободно или нет. Чтобы он мог подсмотреть все свои посещения, всеми услугами, которыми он пользовался, добавить услуги в эти избранные. Ну, то есть, это такое e-commerce решение, благодаря которому клиент мог посмотреть, как он взаимодействует с определенным бизнесом, то есть, с определенной компанией. То есть, это работа прямо в личном кабинете. Это касается и салонов красоты, и фитнес-клубов, и везде, где оказываются услуги по приему клиента. Кроме того, популярным также является мобильное приложение, которое нужно. Это сейчас очень большая, очень сильно развита торговля. Значит, нам очень популярными и очень требуемыми, популярными и приложениями, которые нужны бизнесу, это приложение по продаже чего-то. Это приложение для интернет-магазинов. И опять же, здесь тоже нужно вводить дополнительные, скажем так, фишки в это мобильное приложение, и понимать, для чего оно нужно клиенту. Опять же, трафик он не приведет напрямую холодный, но можно как-то сделать сервис по быстрому и удобному заказу каких-то товаров через мобильное приложение, и также это работа через личный кабинет. И еще очень важно мобильным приложением, которое взаимодействует и с приложениями для интернет-магазинов, и с приложениями для оказания услуг, это приложение, скажем так, с дисконтными картами. Вы можете разработать приложение для дисконтных карт, то есть вы даете какие-то скидки каждому клиенту, учил клиент, может, открывая это мобильное приложение, он будет высвечиваться картой, он будет подносить смартфон и будет оплачивать по скидке, которая ему выдана по его дисконтной карте. Но это карта лояльности, по-разному называется. То есть это тоже сфера, скажем так, улучшенного взаимоотношения с потенциальными клиентами бизнеса, потому что она позволяет давать, скажем так, вовлекать потенциальных клиентов бизнеса в определенную игру и дают им определенную скидку. Итак, подводя итог к этому видео, хотелось бы отметить, что сейчас бизнесу нужны следующие мобильные приложения, которые позволяют что-то сделать, связанное с их бизнесом, заказать услугу, оплатить товары и так далее. Которые позволяют работать с клиентами, в плане вовлекать их какой-то в розыгрыш, в игру, давать дополнительные скидки, предоставлять свою инфраструктуру. И сейчас нужны еще мобильные приложения, с помощью которого клиент может быстро что-то сделать и посмотреть, как он взаимодействует с определенной компанией. В целом, это основные мобильные приложения, которые нужны сейчас бизнесу и с помощью которых вы можете хорошо заработать, как Android разработчик. Это, допустим, приложение для интернет-магазинов, для салонов красоты, для пекарей, для доставки воды, по доставке еды и все, что с этим связано. Я надеюсь, было полезно. С вами был проект Mabu. До встречи на следующих эфирах. Всем пока.